К счастью, пандемия с ее ограничениями осталась в прошлом, и вновь можно организовывать различные мероприятия и собираться всем вместе, чтобы обсудить, например, то, с каким достоинством наши учителя пережили трудности дистанционного обучения, и как рады они вернутся к традиционному преподаванию и не менее радостному сегодняшнему празднику. Поздравления работников сферы образования, которые отметили свой юбилей в прошедшие три месяца, проходят далеко не впервые и, можно сказать, стало уже традиционным. Последние несколько лет на тех, кто трудится в наших детских садах и школах, выпало немало испытаний. Город очень ценит труд этих людей и старается оказывать всевозможную поддержку. Сегодняшнее мероприятие – одно из лучших тому доказательств. Нам, конечно же, в свою очередь очень приятно людей благодарить, поздравлять, особенно в этот столь непростой период, как сейчас. У нас один кризис сменяется другим, у нас все сложнее и сложнее становится работникам сферы образования, нагрузки растут, зарплаты, хоть и растут, но не пропорциональные. И здесь, конечно же, хочется от себя как-то их поддержать, как-то приободрить, особенно сейчас, накануне Нового года, накануне Рождества. Сами работники сферы образования, которые сегодня посетили Дом Братства Черноголовых, отмечают, что подобные встречи заряжают энергией и дарят дополнительное тепло. Ведь в суете рабочих дней порой так мало места празднику. Да и бесконечное обсуждение туманного будущего образования не очень способствует оптимистичному настрою. Но сегодня все по-иному. Я думаю, что это очень важно и очень хорошо, что нас вот так собирают и дают возможность и пообщаться, и поговорить, и встретиться. Ведь мы же на своей работе все в своем крутимся, вертимся, как говорится. А вот так вот, чтобы увидеться и поговорить о чем-то, ведь это же большая редкость. У педагогов именно такая жизнь, понимаете? И поэтому я очень рада, что наши городские власти думают о тех педагогах, которые работают в школах, и что вот их надо собирать и все-таки отмечать. Это такое счастье, когда юбилей и тебя поздравляют. Во-первых, общение, ну, ожидание какого-то сюрприза, вот концерт ожидаем хороший. Немножко отвлечься, с кем-то познакомиться. Я здесь первый раз и вошла сразу, сразу мне все понравилось. Атмосфера сложилась действительно теплая и праздничная. Не обошлось без подарков и сладкого угощения. И, конечно же, памятных фотографий. Ну и поскольку впереди целая череда праздников, новости Таллина, пользуясь случаем, также поздравляют всех работников сферы образования с наступающими Рождеством и Новым годом. И пусть все невзгоды останутся в уходящем году. Правда, многое тут зависит не от города или Санта-Клауса, а, к сожалению, от наших политически озабоченных парламентариев. Вадим Алышкин, Виталий Савинский, Новости Таллина.